ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вот что значит притча сия. В семье есть Слово Божие, а упавшие при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житийскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав Слово, хранят Его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он восклосил. Кто имеет уши слышать, да слышит. Сегодняшнее евангельское повествование представляет нашему вниманию известную притчу Господа нашего Иисуса Христа о Сеятеле. В этой притче под образом семени изображено Слово Божие. Слово Божие – это то духовное семя, которое, попадая в человеческую душу, преображает всю жизнь человека. Святитель Григорий Палама так и говорит. Семя – это слово учения, словеса жизни вечной, наставление бессмертия, обещание погибтия. Евангелие Царства Небесного. Как не всякая почва может приносить хороший урожай, так и не всякая человеческая душа, восприняв в себя Слово Божие, может вместить его и направить на улучшение и совершенствование самой себя. Так, по словам сегодняшнего Евангелия, есть люди, у которых души распахнуты не для Слова Божия, а для страстей мира сего. Такие люди ищут не Слово Христово, не того, что принесет пользу душе, но того, что насыщает и радует плоть. А чаще всего для плоти таким удовольствием оказывается не что иное, как грех. По этой причине всякое доброе стремление, всякая хорошая мысль в таких людях гаснет, не получил своего развития. По замечанию блаженного Феофилакта Болгарского, такие люди не принимают Слово Божие, а потому и не могут спастись, по причине своего нежелания что-то изменить в своей жизни в лучшую сторону. Это первый тип людей по отношению к Слову Божию. Второй тип людей – это люди слишком чувствительные и эмоциональные. Они принимают Слово Божие, когда от них взамен ничего при этом не требуется, ни жертвы, ни искренности, ни самоограничения. Но когда пред таким человеком встает определенный выбор сделать что-то во имя Бога, такой человек, к сожалению, сразу же отрекается от Христа и тем самым убивает посеянное Господом в его сердце семья Слова Божия. Священномочник Ануфрий Гоголюк, практически наш современник, со скорбью отмечает, не относятся ли эти слова Христовы ко многим из наших интеллигентов, которые перед революцией увлекались так называемым богоискательством. Они, как птички, радостно порхали от одного христианского учителя к другому, а то и неверующему, не отличая христианских учителей от лжеучителей. Но это увлечение христианской верою оказалось призрачным. Когда наступили искушения их веры в современный период, многие из них совсем отпали от веры Христовой. Третий тип людей – это люди, которые, казалось бы, и слушают Слово Божие, и показывают свое расположение к Нему, но как только перед таким человеком возникает дилемма Слово Божие и будущее, вечное блаженство, или же ценности этого временного мира и блаженство временное, они делают свой выбор в пользу последнего. И только последний, четвертый тип людей правильно воспринимают Слово Божие и притворяют его в своей жизни. Именно о таких людях говорит Христос, называя их почвой, приносящей историчный плод. Святитель Николай Сербский пишет, «Добрая земля – это добрые души, души, жаждущие правды и алчущие любви. Как жаждущий олень в поисках источников водных, устремляются сии добрые души по сухой пустыне этого мира, желая погасить свою жажду и голод вечной правдой и неприходящей любовью. И когда в такие души падает роса Христова, они возрастают до небес и приносят бесчетные плоды». Снова и снова, вспоминая притчу Господа нашего Иисуса Христа о сеятеле и семени, мы должны стараться быть той доброй почвой, которая одна только приносит Богу плоды – плод терпения, мужества, любви и святости. Ведь только в том случае, если мы умножим тот дар, который всеян в наши души Христом, мы можем надеяться на то, что не потеряем своей награды. А у христианина может быть лишь одна награда – это вечная жизнь в единстве с Богом.